добрый день дорогие мои подписчики дорогие мои друзья два дня назад по вашей как всегда просьбе я делала обзор как всегда обзор цены личный опыт сейчас вы попросили сделать новый обзор так как у вас появились вопросы и пожелания что вы хотите чтоб я для вас сняла давайте по порядку первый вопрос был о гортензиях поэтому давайте пройдем и посмотрим какие есть гортензии и сколько они стоят также дорогие мои подписчики напоминаю как всегда у нас с вами прямой эфир вы задаете вопросы я отвечаю и снимаю то что вас интересует так вот у нас с вами гортензии 1 2 3 4 5 6 7 видов так 598 рублей крупнолистная аиша следующая 698 метельчатая жемчужина фестиваля вот такая следующая семьсот девяносто восемь бэби лэйс так следующая шестьсот пятьдесят пять литл фрайс и еще значит у нас тут две шестьсот тридцать три сильвер доллар и четыреста девяносто восемь алабель давайте посмотрим что там внутри примеру возьмем аишу вот такой небольшой саженец но как видите уже готов к посадке уже вовсю распустил свои листья этот совсем маленький так ну давайте еще посмотрим вот видите этот саженец с почками то есть листьев еще нет давайте посмотрим следующий у этого даже нет еще и почек то есть смотреть когда вы будете выбирать кто спрашивал гортензии смотрите внимательно и корень и почки и все 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 вот этот с почками так следующий вот уже вот этот большой какой саженец в отличие от предыдущих и давайте последний вот такой небольшой начинается раскрываться листочки так теперь у нас был следующий вопрос переходим к следующему а вопросы у нас были по поводу нового сорта точнее двух новых сортов это две новинки стоят 2111 рублей это golden dream и валют вау лет извините сюрприз а большое спасибо хочу передать привет ольги и большое спасибо из владимирской области которая сделала мое утро очень позитивным а также помогла немного разобраться в этих новых сортах значит это два новых сорта им всего три года зимостойкость до минус 40 но не забываем что растение как правило гибнут не от морозов от температурных перепадов это первая группа клематисов укрывать их не надо но то что рекомендует производитель первые два года пока ваш саженец еще молодой листвой лапником может быть землей все-таки рекомендуют укрывать но в дальнейшем как вы понимаете да его можно не укрывать так давайте у нас там есть следующий вопрос поехали дальше кто-то увидел извините я прервусь лайм стоит он 1333 ну как вы понимаете да лайм это все-таки живет у нас где в оранжерии в отапливаем на отапливаемом балконе в комнате и так далее то есть конечно это не для нашей полосы поехали дальше так следующий вопрос какие есть белые сорта пионов давайте сейчас подойдем и посмотрим что у нас есть из белых пионов белых пионов много так ледяной бриз очень красивый пион 355 белый журавль тоже замечательный пион 355 розовый жемчуг ну как видите он не чисто белый очень красивый пион тоже 355 дальше поющий источник 455 золотой ореол 455 так дюшес де немур пятьсот семьдесят семь пятьсот тридцать три фестива максима помните да что не так давно был юбилей этому сорту исполнилось 200 лет по моему если я не ошибаюсь но это можно посмотреть мои видео там все есть есть вот тоже очень красивый но не чисто белый как я и говорила вам в прошлый раз обязательно не стесняйтесь вытаскивайте из коробки смотрите размер корня насколько он здоровый и сколько у него почек для травянистых и это пионов допустимая норма 3-4 почки должно быть и для для древовидных две-три почки но как видите вот такой пион если конечно вы можете его сохранить то можете купить так давайте перейдем к следующему вопросу так следующий вопрос подешевел ли лук сивок но конечно смешно я думаю что вряд ли давайте посмотрим поскольку сезон только начался так вот такой за килограмм триста тридцать так вот такой кармен красный но это за полкило цена поэтому обязательно смотрите внимательно килограмм или полкило потому что видите вот здесь цена тоже уже за полкило и вот такой за обычный привычный нам ри резец так а вот а да тоже за полкило так нет у нас еще есть вот такой так только на него почему-то нет ценника и еще вот такой тоже за килограмм так давайте следующий вопрос так следующий вопрос наталья какие огурцы вы в этом году будете сажать и снимите пожалуйста саженцы сейчас я обязательно сниму вам саженцы но к сожалению вы не уточнили плодовые саженцы или декоративные по поводу огурцов сейчас отвечу пока я отвечаю по поводу огурцов очень приятно что были активные как всегда подписчики я вас как всегда призываю я знаю что вы меня любите вы пишите мне на почту вас а позвоните по телефону все-таки пользоваться чатом чтобы у нас был с вами информационный обмен если внимательно почитайте комментарии очень есть хорошие питунги которые нам с вами порекомендовали по поводу огурцов пока вот здесь я около семян кого что интересует задавайте вопросы значит в этом году я посажу новый сорт корюшка f1 или корюшка честно говоря не знаю как правильно значит что об этом сорте говорит производитель сорт самоопыляемый как для открытого так и для закрытого грунта сильно пучковый как он утверждает плоды очень очень маленький как говорит производитель хорошо подходят для тех кто консервирует в маленькие баночки ну как всегда вы помните мы все тестируем значит моя подруга моей мамы в этом году я ей купила вот эту вот корюшку или корюшку она посадит в теплицу я в открытый грунт результат мы вам сообщим так пока я стоял у семян значит вопрос по поводу то что была новинка грядка теплица достила сейчас я вам сниму и вот то что я нашла то что вы просили вот здесь значит белые огурцы это белый ангел так цена у него 30 рублей а помните да я сажала совсем другие посмотрите да белая анаконда кто смотрел мои видео замечательный огурец кстати очень похож на вот этот огурец белый змей f1 стоит 80 рублей но честно говоря моя анаконда была круче так а вот здесь еще есть белый дракон за так ценник а что-то у него ценника не видно посмотрим 50 рублей так ну пойдемте сейчас мы посмотрим то что саженцы просили к сожалению не уточнили плодовые или декоративно а вот еще вопрос по поводу кабачка сейчас отвечу а не можете найти мое видео которое я вам снимала в прошлом году круглый кабачок конечно ссылку я вам скину значит этот круглый кабачок как вы его назвали называется якорь очень хорошо подходит для тех кто любит делать фаршированные кабачки так вот здесь честно говоря я вижу патиссоны так круглых кабачков я не вижу то что называется якорь какие то что это так это по моему белые баклажаны да не вижу ну давайте сейчас мы пройдем к теплице и к саженцам давайте следующие вопросы так вот этот стеллаж тепличка 2 800 как они его называют стеллаж для рассады и вот такой тысячу триста тридцать три маленький вот вас интересовали стеллажи тепличка но если кого-то еще интересует не знаю почему такие дорогие есть еще вот такие так мы пойдемте к саженцам какой у нас там следующий вопрос так у нас опять про пионы сейчас секундочку так какие есть сорта желтых пионов вы посмотрели что в первом моем видео были сорта да они действительно были и они есть так вот 500 как вы видите 5555 солома гала честно говоря даже умничать не буду этот сорт я не знаю значит а вот это у нас по моему если не ошибаюсь это гибрид колес мэмори 2998 ребятки необыкновенной красоты необыкновенный это что я вам в прошлый раз говорила лемон шифон очень красивый очень это то что есть из желтых единственное что я вам говорил и еще раз повторяюсь все-таки настойчиво рекомендую покупать в питомниках конечно у кого есть какие возможности и это личное дело каждого но посмотрите что касается вот этих дорогих пионов как я и показывала вам видите они запаяны вы не сможете так еще один вопрос очень приятно что вы сегодня у нас такие активные значит похож ли это эти желтые пион или этот я так и не поняла на бордзеллу нет не похож а лемон шифон спрашивают нет он отличается от бордзеллы цвет у него более лимонной лепестки у него ну как сказать более нежные более воздушные более крупные все о бордзеле я вам рассказывала интересно сделаем отдельный репортаж когда зацветет еще вам расскажу так камелия японская восемьсот пятьдесят пять ну как понимаете что это должен быть утепленный балкон в лоджии лучше конечно зимний сад оранжерея ну сакура как вы понимаете девятьсот тридцать три в данном случае я говорю про подмосковье конечно это все не зимует сах вот такая еще сакура белая 933 дальше ребятки спире японская причем вот это вот на самая простая little princess 9 498 как я вам ребят говорила да и раздаю бесплатно целая коллекция спирей откидывают семена черенкуете от воды в общем даже покупать не надо пузыреплодник дьявола о нем я очень во много рассказывала 433 замечательное растение превосходное все ребятки то же самое идем к соседям видели что очень многие выращивают его вдоль забора то есть за территории также черенкуем делаем от воды деление куста можно не покупать очень декоративен в любое время года цветы семенные бордовые коробочки прекрасные растения так вот здесь у нас пятнистый барбарис так цена 498 о ребята он уже зацветает боюсь такие саженцы вам не подойдут да кстати очень многие жалуются на мерлен когда и в прошлом году допомните я снимала уже летом до открытый когда открытая была площадка что перестали до делать скидки скидок ним не бывает ни в конце сезона не по окончанию сезона все жалеют растение которые потом идут в так айва японская к сожалению название нет 498 но есть как она цветет карминова красная помним то что я вам говорила да несколько сортов айвы японской оранжевый привычный нам цвет вот такой карминовый белый но если вы помните все мои предыдущие видео я вам показывала как выглядят плоды плоды разной айвы и как они в нашем климате созревают если вы хотите их использовать то к большому сожалению полностью вызревает обычная привычная нам айва который цветет оранжевым так дальше что у нас по поводу так ешь то триста тридцать три двести семьдесят семь черная смородина чаровница у ребят появилась некоторая фибрзы плоду, как могли все сделать этого 277, ой, извините, еще один вопрос, да, крыжовник, тот крыжовник, про который я вам рассказывала и много видео, это черный негус, сейчас я отвечу на одни вопросы, потом перейдем к следующим, так, дальше, смородина красная, 255, вот так называется, не знаю, ничего сказать не могу, вот это неплохая смородина, 298 она стоит, так, ну давайте смотреть, что у нас есть еще из плодовых, так, актинидия, то, что я вам говорила в прошлый раз, если вы хотите плоды, то на 2-3 саженца, 4, мы сажаем одно мужское, то есть смотрите внимательно, чтобы на коробке было указано, мужское оно или женское, следующая, трипл краун так, честно говоря, с ежевикой, я не очень дружу, я вам рассказывала, что еще в 2000 году в Темирязевке я купила 4 сорта ежевики, просто замечательные, потрясающие сорта, но, вы знаете, никто не смог отличить, когда мы ели ягоды, какая ягода какого сорта, то есть они все были одинаковые, так что вот такие, ребятки, бывают тонкости, вот какой-то над чез, 477, так, вот еще есть тонфри, 455 стоит, так, вопрос с розами я помню, сейчас я отвечу про плодовые саженцы, так, еще про виноград спросили, так, виноград я здесь вижу только один, 398, надежда, азос, так, дальше у нас малина ремонтантная, 277, царь-птица, бабье лето, так, вот розариум, розариум ютерсон я, к сожалению, не нашла, замечательная, превосходная, повторно цветущая плетистая роза, можно формировать кустом, так, здесь у нас в основном чайно-гибридные, если кого-то интересует, задавайте вопросы, я, а вот нашла как раз розариум ютерсон, вот она, красавица наша, так, а ценничка-то от нее и нет, но я думаю, что, скорее всего, вот такой же, помните, как, кому интересно, смотрите, пожалуйста, мой канал Наталья Лебедева, хорошо в деревне летом, как правильно выбирать розы, как правильно сажать и так далее, и помните, чтобы, что бывает очень часто, тем более, вот в таких магазинах, она была красивая, помните, такая ярко-густо-пурпурного цвета, алого, можно сказать, густо-бордового, и была односложная, то есть не махровая, похожая на обычный шиповник, и помните, на третий год она стала как пион, вот огромная махровая розочка красоты неописуемой, да, вот сейчас у нас уже 19 лет прошло, вот такой же красавицы она и осталась, поэтому сорта, дорогие мои, проверяем спустя три года, так что вот он, розариум ютерсон, помним, да, что саженцы розы заливают воском для того, чтобы не уходила влага, смотрите, можно выбрать, есть влага, к сожалению, вы не уточняете, какие сорта роз вас интересуют, если вы не знаете название, хотя бы обозначаете парковая, плетистая, кустовая, почвопокровная, поэтому, понимаете, мне очень так, ребятки, тяжело, так, 577, парковая, так, это у нас, не вижу какая, тоже парковая, 698, вот такая красавица, уж не знаю, обещают, что будет она у нас, наверное, сиреневая, 998, так, дальше, вот такая красавица, 398, терамису 398, так, вот они как раз те розы, которые у нас не капризные, и, как всегда, рекомендуем их особенно новичкам, так, ой, кстати, вспомнила, мне очень приятно, что мое видео пользовалось спросом, где я опубликовала розы, которые продаются на срез, голландский сорт Нина, один цветочек, слушайте, стоит 450 рублей, это я говорила мужчинам на заметку перед праздником 14 февраля и перед 8 марта, обещают, что стоит месяц, у нас простояло 16 дней, так, 498, вот такой сорт, вот, смотрите, какая красавица, плетиска, так, у нас еще вопрос, комнатные цветы, да, сейчас я тоже покажу комнатные цветы, конечно, сейчас их меньше, поскольку, видно, все силы бросили носатый огород, так, роза плетистая, как они пишут, хит-продаж, 633, голден парфюм плетистая, тоже 633, плетистая симпатия, 633, плетистая, вот, видите, кламминг айсберг, тоже 633, так, 577, тоже, как обещают, должна быть вот такая, видите, название Блю, парковая, так, 577, вот такая красавица парковая, так, еще есть вот такая, ой, помните, какую в прошлом году мы с вами красавицу Абрахам Дерби посадили, английский сорт, ребята, запах, аромат, точнее, по всему участку, красавица, господин, пожалуйста, красавица, дорога, помните, каких слов по всему участку, она будет крутой вон там, значит, семян, это легкий, который находится вяло, нак muitas нагр pretозитой, такс written both Doug,nehmer, а узна accounted for всех, так, сумердим, что есть в год людей 얻ые дубихиадят, и результат arb eigenen не особ Напевает ее собственностью, добавляем во все, что сразу у вас получается besser вот тактик pop з winя, и через этой инклик обладки объекты своем, иначе вот это Kendall, он таксчится, и Messро, где мы Putin связали необходим, и все эти нwny кто-нибудь подвескли, Так, сейчас мы с вами ещё ответим на несколько вопросов. Давайте, дорогие мои, как всегда, мы с вами в прямом эфире. Задаете вопросы, отвечаю, снимаю то, что вас интересует. Комнатные цветы помню. Так, вопрос про лук многоярусный. Дорогие мои, видео на моём канале Наталья Лебедева «Хорошо в деревне летом» очень много про многоярусный лук я рассказывала. Естественно, сейчас будет весна, он самый первый, прям в мае. Я вам ещё раз сниму. Естественно, всем желающим, пожалуйста, абсолютно бесплатно делюсь со всеми. Так, ещё про клематисы вопрос. Так, ну вот смотрите, что я ещё вижу из клематисов. 655 ботанический, вот так называется. Вот такой красавец. Вот так он называется. Так, опять у меня вопрос про жёлтый пион Борзелла. Дорогие мои, ещё раз повторяю. Значит, кто любит покупать или у кого нет возможности, вот в таких питомниках, пожалуйста, покупайте. Борзеллу в таких питомниках я не видела. Значит, что касается частников. Цены, ребятки, вы знаете, меня пугают. Непонятно кто, непонятно что, продаёт от 1200. Ребята, есть селекционеры, профессиональные питомники, которые выращивают только пионы. Там большой, хороший корень с гарантированным сортом, как положено, 3-4 почки. Стоит он от 1500. То есть, по большому счёту, за 1500 вы можете купить. Так, вот, а, кстати, вот сейчас ещё вернусь про цену клематисов. Хорошо, что напомнили. Значит, вот кораллового цвета. Вот такой пион. 777. Так, дальше что-то я ещё здесь видела. Да, чарм замечательный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, давайте, например, я не знаю, какой вам сансет или чарм. Ну, многие говорят шарм. Правильно говорит чарм. Ну, вот, как видите, вот я щупаю корешка, ребят. Ну, это смешно. Вот он. Ну, это же тоненькая, просто какая-то жилочка, стерженёк. Так, почку я вижу, ну, вот как только одну. Поэтому лично, ребята, дело каждого. Покупать, где вам саженцы. О, смотрите, какая красавица. Так, мы с вами вернулись к Лематисам, да, новинки. Две новинки, которым три года. Голден Дрим и Вайлет Сюрпрайз. Здесь они стоят 2111 рублей. Ребята, в интернете вы найдёте от, подчёркиваю, только правильно поймите, от 1800 и горшки от 2 литров до 2,6 литров. Так, поэтому... Ну, они вот такие вот маленькие, но живые. Вот это... Дорогие подписчики, нам с вами повезло. Сейчас очаровательная, любезная сотрудница Мерлена нам подскажет, когда новые поставки растений. Вот завтра, например, будут луковичные. Луковичные, да, приедут. Остальные пока сказать не могу. Там гладиолусы будут. Гладиолусы, лилии ещё будут новые. Розы. Розочки, ребятки, и бегонии. Ну, приезжайте с сахтами, может, что-то будет. О, спасибо большое. Как вас зовут? Безда. Так, вопрос про семена, что я буду сажать в этом году. Ребятки, я вам уже отвечала, отвечу ещё раз. Значит, в этом году я буду тестировать известные несколько уже как бы давно появившихся на рынке и раскрученных агрохолдингов. Новые семена. В том числе, как раз там у меня будет и капуста, то, что я вам говорила, новой сурцовойской. И зелень. Ну, вот спрашиваю труколу. Ну, я обычно покупаю разную. Ну, например, вот покупаю индау. Она, видите, есть разных сортов. Вот, точнее, разных фирм, сорт 1. Ещё в этом году я посажу новую листовую, прям вот так вам, ребят, подчёркиваю пальцем, извините, горчицу красную, у которой, как обещают, она зимостойкая от ранней-ранней осени до, ой, точнее, весны до поздней осени. Будут стоять шапки неизвестные. Будут стоять шапки неизвестные. Так, вопрос про капусту. Новый сорт, который савойская капуста, к сожалению, ребят, я на память не помню, скажу обязательно. Вместе, как всегда, будем сажать. То, что касается белокочанной капусты, особенно если вы любите, да, квасить капусту, по-прежнему за 20 с лишним лет я настаиваю только на одном сорте. Это краутман. Лучше этой капусты не бывает. Ну, по крайней мере, на данный момент нет. Я так понимаю, в ближайшее время не будет. Вы помните, что даже в августе я её квасила. Помните, как вот только я её пошинковала, какой объём сока она уже дала. Это не считая того, что я ещё её не отжала. Прямо вот так вам пальчиком подчёркиваю. Так, вопросы про томаты. Ребята, уважаемые, очень тяжело отвечать, нужно задавать конкретный вопрос. Первое, для открытого-закрытого грунта вы будете как плодовые, да, салатные, то есть есть. Или вам надо для консервирования, или вы хотите сыртовые, гибриды, маленькие, крупноплодные, что вас интересует. Потому что сами понимаете, что полёт фантазии в магазинах у нас развивается быстро. Но вы знаете, что я очень люблю только сыртовые, проверенные десятилетиями помидоры. Очень много помидор, и будет их ещё больше, от известного садовода-профессионала Татьяны Васильевны. Кто помнит, да, мы в прошлом году вам показывали крупноплодные, урожайные, самые лучшие сорта, коллекция за 20 с лишним лет. Каждый год добавляем по 2-3. Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, ребята, это, конечно, смешно. Здесь, вот видите, белый берёзовый, боровик королевский, боровик какой-то каштановый. Ребята, если честно, мне действительно это смешно. Это из серии то, что, кто видел мой ролик, да, чё, дачники, сажаем рассаду. Это вот из этой серии. Единственное, что я могу сказать, я выращивала вешенки. Кому интересно, посмотрите свежий, небольшой, буквально 50 секунд ролик, где моя соседка в этом году выращивала, то есть к Новому году и до Нового года и после она ест свои шампиньоны. Поэтому, кому интересно, посмотрите. Ребята, ну это правда смешно, слушайте. Я даже здесь лисички вижу и маслята. Ну маслята, я бы ещё хоть как-то согласилась. У меня полуучастка в маслятах. Помните, сколько у меня на участке разных грибов. Ну, ребят, ну чтобы лисички белые и это, ну не знаю, пробуйте, пробуйте. Так, вопросы у нас опять про пионы. И розы. Сейчас я вернусь. Давайте ещё вопросы. Я обещала комнатные цветы. Значит, Юка 26555. Вот это, честно говоря, название. Сейчас я прочитаю. Это я не знаю. Вот кто разбирается. Вот такое название. Так, 518. Очень красиво цветёт розовым. То есть, извините, она стоит 2555. Помните, да, что я дарила своей подруге, у которой просто неимоверное количество цветов. Извините, у неё за выражение всё прёт. Она втыкает палку, она у неё цветёт. Цвела очень красиво розовым. В общем, ребята, всё погибло. Вот за такие вот деньги я ей дарила. Так, дальше у нас что? Ну, в общем, если вы мне зададите конкретный вопрос, я вам сниму. Честно говоря, я не очень сильна сейчас в домашних цветах. Но всё, что вас интересует, я могу снять. Так что задавайте, если вам интересен конкретный вопрос, какой цветок, что снять. Так, вот видите, пишут ликвидация остатков. По 450 рублей вот такие, кому нужны розочки. Да, они действительно уже не первой свежести. Как говорят, что да, очень жалко растения в Мерлине. Особенно, когда они у них под открытым небом. Их или заливают водой, или не поливают. Конечно, многие растения гибнут. Вот то, что называют, да, мужским цветком. Очень стала на него высокая цена. Очень. И есть он, вот посмотрите, такого красивого цвета. Вот такая у него цена. Так, с фикусами я уже давно не дружу. Фикусов у меня было много. Растение, конечно, очень и очень требовательное. К влаге и к свету. Так, вот такие цены. В общем, если что-то конкретное, напишите, я вам сниму. И давайте, ну давайте вот еще у нас цикламен. И перейдем опять к нашему саду и огороду. И вот у нас. Так, опять спрашивают про пионы. Сейчас мы пройдем к пионам. Еще спрашивали гладиолусы. Гладиолусы 198 и 177. Так, есть дорогие. По 398. То есть конкретно, что вас интересует. Да, как раз я пришла к пионам и вовремя подоспела вопросик про флоксы. Вы хотели, потому что в тот раз было только два сорта флокса. Какие-то необычные сорта. Дорогие мои, они есть. Сейчас я вам их покажу. А вот такой необычный 455. Смотрите, какой чудесный. Посмотрите, на самом деле очень красивый есть флокс кжель. Я вам его уже показывала. Здесь его нет. Вот такой красавец. Юник Оринж. Очень, ребята, красивый флокс. Вот такой флокс. У меня очень прям похожий. Вы знаете, что с флоксами вообще большая проблема определить сорт. Помним все, да, советских времен. Так вот, из темных сортов пионов, то, что вы хотели, 533. Вот такое название. А дальше уже получается не совсем они у нас такие, как говорится, пурпурные. Вот он, розовая Будда, 455. Обитель богов, 455. Райская птичка, 455. Песень ветра, 455. Так, нашла еще два. По 533. Вот такие шапочки у него. Вот такое название. Вот такой еще есть. Так, ну, давай. Так, вопрос у нас про горшочки для рассады. Ребята, то, что я вам уже говорила, смотрите, пожалуйста, предыдущее видео. Горшочков много. На горшки пластиковые разных форматов. Здесь, кстати, таких нет. На других, или точнее, как сказать, на других площадках. Это маркетплейсы и другие садовые центры. Они дешевле. Ну, вот, к примеру, да, то, что я вам уже снимала. Мои любимые горшочки, у которых вытаскивается дно. И мы легко с вами сажаем рассаду, не травмируя. 298. Так, вот, смотрите, еще 177, 6 штук. Вот такие. Кстати, это новинка, их не было. Вот такие уже с таблеткой кассеты. Да, торфяная таблетка. Цена снижена. 133 рубля. Так, ну, дальше у нас есть торфяные кассеты. 120. Так, вопрос про био. Так, причем называемые, еще раз подчеркиваю, уже не первый раз. Биоразлагаемые мешочки или мешки, или биоразлагаемые пакеты для рассады. Ребята, смотрите мое предыдущее видео, а лучше смотрите отдельный ролик, где я про это рассказывала. А если не можете найти, напишите, я вам скину ссылку. И, как всегда, дорогие мои подписчики, умоляю, давайте пользоваться чатом, чтобы был информационный обмен. Мы делимся информацией, с нами делится. И так сказать, мы от этого умнеем. У нас будет пышный сад, гарантированный урожай и так далее. То, что подтвердилось сегодня, мне большое еще раз спасибо и привет. Ольга из Владимирской области зарядила с утра позитивом. Так, ну, все, дорогие мои, как всегда, с вами была я, Наталья Лебедева. Хорошо в деревне летом. И, как всегда, был прямой эфир. Жду следующих ваших пожеланий. Что вы хотите, чтобы мы для вас сняли? Кстати, я нашла капусту. Продолжение следует...